Приветствую вас! Итак, есть задача больше общаться со своими друзьями и есть условия, в которых вы, по сути дела, сделать этого не можете из-за того, что работа отнимает у вас все свободное время. В этой ситуации, когда работа отнимает у вас все свободное время, вы можете на самом деле сделать следующее. Вы можете посмотреть в сторону объема работы, которые вам нужно сделать, которые вам нужно выполнить, и выполнять его просто-напросто быстрее, оптимизируя, по сути дела, то, что вы делаете, то есть меньше тратя время на работу. Вы можете стараться, ну, своих друзей включать в этот процесс, в процесс работы. Вы можете, в принципе, подумать о том, что вот вы нашли себя в работе, вы нашли свое призвание. Это очень здорово, что вы нашли свое призвание, но все-таки человек живет для того, чтобы реализовываться, чтобы развиваться, а не чтобы работать именно. И поэтому я думаю, что здесь справедливо будет, если вы, увидев для себя вот то основание, то основание своей работы более тонко, более деликатно подберете форму этой самой работы так, чтобы все-таки у вас оставалось время еще на других. Потому что, ну, объективно, если вы не будете реализовываться в социальном аспекте, в социальном плане, то ситуация будет довольно-таки плачевной, потому что появится неудовлетворенность. Вот у вас уже, в принципе, есть неудовлетворенность в виде, как вы говорите, небольшой депрессии и так далее. То есть тут вообще зависит многое от того, значит, чего вы сами хотите. То есть если вы хотите работать, то это прекрасно, это здорово, прекрасно, что вы хотите работать, но необходимо все же понимать, что работая нельзя забывать про другие сферы жизни. И если вы говорите о том, что я работаю, я все время работаю, и я хожу общаться с друзьями, то нужно просто грамотно наставлять свои приоритеты. Вот, в принципе, и все. То есть вам нужно наставлять приоритеты правильно, для того, чтобы не ущемлять себя, для того, чтобы не вредить себе. А именно это вы и делаете. Понимаете? В чем дело? А именно это вы и делаете. Вы вредите себе, и, собственно, по этой причине у вас и происходит то, о чем вы говорите. То есть здесь зависит, многое зависит здесь именно от вас. Вот как вы сами хотите, так и будете вы поступать. Если вы хотите, чтобы у вас на работу уходило меньше времени, ну, можно будет подумать о том, как, например, оптимизировать свой рабочий процесс так, чтобы оставалось время еще и на, скажем, на себя, допустим. Ну, а если вы все-таки рабочее внимание больше уделяете, ну, это опять же, поймите, это опять же ваше право. И тогда уже ничего не остается, кроме как работать до тех пор, пока вам это нравится. Но вы рискуете таким образом остаться совсем без друзей, а это не есть хорошо. Вот. Но решать, тем не менее, только вам. Вообще, мне создается ощущение, что вы, когда вот задаете вопрос, да, вы вроде бы и хотите что-то поменять, но в то же время не испытываете прямо острой необходимости в этом. и поэтому у вас, по сути дела, фигурируют такие слова, как меньше работать не получится. Вы как бы уже заранее предвидите, что мы можем сказать вам, вы уже как бы заранее предвидите, что мы можем говорить вам, чтобы вы работали меньше, но я полагаю, полагаю, это защитная реакция, вы боитесь потерять работу, вы, ради работы, вы приехали в другой город, и работа имеет для вас очень большое отношение, я бы даже сказал, что может быть слишком большое, но большое значение, и может быть имеет смысл поговорить именно как раз о значении для вас работы, то есть почему она для вас имеет такое большое отношение, что вы ради нее готовы поступить со своими друзьями и друзьями общаетесь только в офисе, может быть вы используете работу свою как-то для того, чтобы может быть вы от чего-то бежите с помощью работы, может быть еще какие-то какие-то причины есть, о которых нужно догадываться, о которых нужно говорить, которые нужно стараться найти, потому что понятно, так вот в формате ответа на вопрос вряд ли представляется возможность вам помочь адекватно, но тем не менее я думаю, что в итоге решение вы примите вернее, если вы действительно хотите работать над собой, если вы действительно хотите больше общаться со своими друзьями, то я думаю, что выход обязательно найдется и вы сможете найти время для друзей. То есть, смотрите, основных направлений несколько. Первое, это переоценка значения для вас работы, второе, ориентация на оптимизацию рабочего процесса, и третье, это смена формы рабочей реализации, реализации себя в рабочем процессе. Вот то, что вам в любом случае в одном из этих направлений вы будете двигаться. Отначение работы для вас это направление довольно большое, там может быть и проекция, там может быть и перенос, там на самом деле там много чего может быть, если вы хотите это все разбирать, но тем не менее, вам нужно выбрать одно из направлений и двигаться именно в сторону его, возможно в нескольких направлений. Например, если вы будете двигаться в сторону и оптимизации рабочего процесса, и в сторону осознавания того, что значит для вас работу, ну, будет еще лучше. Вы быстрее придете к определенному выводу для себя. Поймите, именно вам нужно, чтобы было хорошо, именно вам нужно, чтобы вас все было здорово, именно вы хотите быть счастливой, и это нормально. так не нужно себя самостоятельно этого лишать. Это было бы неправильно, это было бы неверно. Вот то, что я вам хотел сказать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. было бы . Продолжение следует...